Осторожничали, прессинговали и навязывали свою игру. Так Динамо Алтай начал матч против питерского Сканева в гостях. Но план рухнул уже на восьмой минуте. Хозяева забросили четыре шайбы подряд. Барнаульцы пытались чем-то ответить, но как итог. Первый период завершился со счетом 6-2. Парад голов продолжился и дальше, правда, все ворота Динамо Алтай. Сканева громит гостей с итоговым счетом 9-4. Следующий матч «Наши» сыграет также в Санкт-Петербурге против местного Динамо. Соперник сегодня показал, как играть, над чем работать. К сожалению, многие тренеры знают, что на день рождения обычно дарят галстук. Команда, наверное, поздравила меня с прошедшим. Неприятный счет. Многие парни, конечно, не играли. Увидели свет софитов на таком уровне. Будем готовиться к следующему матчу, разбираться в причинах такой игры. Пока для одних сезон в разгаре, другие, а именно футболисты Динамо, только готовятся к играм. Команда сейчас на стадии формирования. Кто уже подписал контракт, прошли медобследование. А совсем недавно клуб перешел на тренировочный режим в местный манеж. Команда готовится к новому сезону. В манеже «Темп» идет работа технико-тактической направленности. Собственно говоря, совершенствуются как индивидуальные, так и групповые командные взаимодействия. Это три раза в неделю наши ребята занимаются в спортивном комплексе «Темп». В политехе команда работает над развитием специальной выносливости. Алтайские маржи Александр Зеленецкий и Олег Чекушкин стали победителями третьего этапа Кубка Федерации зимнего плавания. В турнире участвовало больше 160 пловцов из России и Белоруссии. Температура воды в ледовом бассейне составляла плюс один градус. Индивидуальные награды разыгрывались в девяти дисциплинах на дистанциях от 25 до 200 метров. Александр Зеленецкий, выступавший в возрастной категории 70-74 года, завоевал 9 золотых медалей. Олег Чекушкин выиграл среди спортсменов в 60-64 года 5 золотых и 4 серебряные награды. В абсолютном первенстве оба спортсмена по пяти лучшим результатам вошли в шестерку сильнейших. Дмитрий Дроздов, День с толком.